здравствуйте вы смотрите канал максимадзе я уже почти выздоровел почти и у нас сегодня моды моды на когда сайт соседа только это уже не мод который мод который писал подписчик но сделал его не подписчик может быть гость канала конечно короче буди когда сайт соседа буди возвращается но самый известный мод самый популярный который вы все знаете и все мы с вами наверное думали что она что вот вышла вот версия с кучей там косяков и все больше ничего не выпускают и я я вот соответственно думал что никакого обновления нет я думал его не то она есть она есть оказывается обновление называется но будет диком sb gold edition давайте включим музыку мне его прислали сам тот кто мне прислал он сказал что это что это реально отсутствует продакшн что это официальное обновление от них сегодня это не это не это будет не прохождение это будет именно обзор в этом обновлении короче исправили большую часть косяков больше с недоделок и конечно же я покажу вам некоторые из них ну и собственно говоря исправили они все же не все косяки и этим занялся я я исправил некоторые косяки им можно сказать что к этому обновлению вышло еще не официальное обновление от максимадзе если и я как раз таки запустил именно его собственно я вам пока покажу через правиль они что исправил я во первых ну в титрах ничего не менялась и они я не стал свой значок сюда добавлять а то мало ли что еще в авторских правах обвинят эти блин уже собственно говоря так делали и и сами они кстати этим же занимались пока будем смотреть игру скажу что имеют во первых смотрите логотип стал таким вот более золотым что говорить нам о том что это золотое издание так сказать и так я что вот я сделал так во первых смотрите вот в меню выбора уровня изменился изменился задний фон теперь он такой же как вот здесь видно море и а еще вот раньше вот здесь вот висели фонари вот здесь из-за них вот надпись вот это немного сливалась с черным фоном собственно говоря теперь вот все нормально как видите так и никаких новых уровней нет но и ничего во первых смотрим я изменил некоторые тексты чуть-чуть во первых вот выбрать звуки тут новая подборка звук раньше был я написал выбрать звуки ну как бы выбор классической ли новой подборки звуков игры если включить я надеюсь услышите то есть можно ну как и в обычном будет возвращается собственно говоря было что можно выбрать если старый если эти новые звуки но подборка звука не устраивает можно выбрать и классическую однако и в таком если если включить классическую подборку там качество звука будет не очень чуть-чуть и я его я собственно говоря улучшил я улучшил качество звуков и в общем то говорю так автоматическая камера я я написал здесь было что-то пакостях автоматическая камера мне кажется это более логично выбрать курсор выбрать такой курсор старый обратно к сожалению цветной цветной сделать не получилось классический или новые указатели мыши сбросить прогресс это тоже я написал громкость музыки так включить и выключить музыку включить и выключить звук ну и тут еще и короче но и пилотные серии раньше здесь было написано руководство и пилотные серии мне знаете как то нравится больше так как в оригинале был тут может кто-то конечно поспорить нет так было круче ну мне кажется обучалку мы не будем смотреть там ничего не поменялось давайте первый же уровень с вами посмотрим он в принципе то не поменялся но да вот сожжение громко громкие какие то немного вот это вот заст вот идут заставка собак представители как это громко и здесь короче вот че я про плагиацию золото так что говорил вот то что тут я их не хардкор короче полную версию сделала такой чтобы она была похожа на дырку но то есть там фону музыку изменил все назад там мы написала автор максим максим артем или что такое они решили меня забанить что типа я плагиатом занимаюсь хотя на самом деле я не занимался просто написал авто зачем но не спешите они потом начали они потом делают то же самое сами они фликуют вот этот порт когда соседа на android которая . nordic и там в конце у них и там в конце записи было написано buy social media production то есть они получается сделали то же самое что и я я написал я на я и там я пишу там в комментариях вы чё ну вы чё совсем что ли вот плаги а меня обвиняли в таком же плагиаде теперь вы тоже самое делаю они меня они меня за это они знаете что сделали они меня за это заблокировали на по жизни носу но но меня разблокировали досрочно каким-то образом я не знаю почему но короче полная шляпа можно кстати колбасу прежде положить сюда но это ничего в принципе не даст плохо шляпа и п и что Ну да, все то же самое, можно было даже за туры не смотреть, на самом деле. И что тут, не изменилось? Ну, предлагаю посмотреть, давайте с легким паром посмотрим. Во-первых, то, чего хотели все. Окно, наконец-то, вот это стало ночным. На всех ночных уровнях, кроме второго. Оно здесь было дневное, причем на кухне было ночное, а здесь дневное. Это как вообще? Как они могли такое, как они такое могли допустить? Но они кое-что все равно забыли. Окно ванной, вот это вот, которое я показываю. Вот это окно, если кто-то не знал, это окно приоткрытое. То есть вот здесь, давайте я курсор другой сделаю, чтобы было что-то очевидно. Вот здесь вот, видите? Вот это вот типа стекло, и на нем фотка вот эта страшная висит. А вот там вот это вот черное, вот это вот черное. Это улица, это типа ночь там. Это типа там ночь. Давайте покажу, как это выглядит в дневном, на дневном уровне. Давайте чудо-пирог, например. Вот, смотрите, вот здесь то же самое. И вот здесь, здесь вот голубенькое, видите? То есть там небо. Я думаю, все логично вроде бы, да? Но один чувак, который мне как раз-таки это обновление и прислал. Я ему пытался доказать, что это окно, но прям вот ни в какую. Прям вот ни в какую не допирал до него, что это окно. Я ему даже фотографии присылал с различным на ночном уровне и дневном, в консольной версии. В консольной версии тоже там ночное и дневное было. Он, он... А, я не вижу никакой разницы. Где? А где там разница? Еще и так говорил, как будто я какой-то старый лук. И не понимаю ничего. Это, это окно. Ничего другого быть не может. Он говорил... Я вот пену для битя сюда положил. Чуть позже поймете для чего. Он говорит, что... Ты че, глупый что ли? Ты че, типа старый лук? Как будто ребенку, блядь, объясняю. Потому что здесь не может быть окно. Здесь должны быть кирпичи. Не может быть там никакое окно. Но, блин. Во-первых, посмотрите сюда. Вот здесь в гостиной же есть окно. И оно находится с той же самой стороны, что и в ванной. Но там же кирпичей нету. Значит и здесь их может и не быть. Не, ну логика-то должна быть. Кто согласен, что это не окно? Кто согласен, что это окно? Пишите в комментах обязательно. Если поняли, что это окно, пишите в комментариях. Если не поняли, тоже пишите. Блин, вот проглядели. Короче, когда сосед берет взбитые сливки... Хватает их. Ну, хватает в руки, чтобы побрызгать. И сзади них появляются еще взбитые сливки. Это недоделка. И в этом обновлении она была исправлена. Она была здесь исправлена. И это прям отлично. Но вот здесь вот, кстати, еще кое-что есть. Смотрите. Здесь вот конфеты. Вот зря конфеты сделали такими из второй части. Потому что, видите, вот здесь столик торчит. И оно на самом краешку стоит. И странно, что не падает. Зачем надо было так делать? Я не знаю. Ротвиллер в костюме. Надо бы, наверное, здесь написать сосед голый или что-то такое. Потому что, ну, что же это за костюма, Адам Атавлен? Короче, какие еще у нас уровни изменились? Искусство требует жертв. Здесь есть кое-что... Здесь есть что показать. Во-первых, цветок плодоядный какого-то фига здесь делает. И он торчит на воздухе. Он торчал на воздухе. И поэтому я вот здесь вот пририсовал... Небольшой такой табуретик, так сказать. Или маленький столик. Ну, чтобы хоть какая-то логика была. Теперь, я думаю, не кажется, что цветок этот висит в воздухе. Я думаю, все согласны с этим решением. Смотрим следующий уровень. Здесь недоработки были. И их не исправили. Но этим и этим занялся я. Короче, во-первых, я перекрасил... Я перекрасил автомат, вот этот... Кофейный. В красный цвет. Как видите, не очень получилось, конечно, но... Но сейчас я вам покажу, зачем я его перекрасил в красный цвет. Он был желтый. Во-первых, закрываем зонтик. Надо показать кое-что еще. Здесь вот одну ножку не видно от таблетки из-за лейки из-за этих. Можно по-прежнему взять зачем-то две крупицы вот эти. Плохо, наверное. Вот это вот не знаю, как исправить. К сожалению, это я не исправлю. Ну, в принципе, это не очень-то критично. И надо мне крупицу вот сейчас вот сюда засунуть, чтобы вам показать, зачем я это перекрасил. Хотя, возможно, вы уже сами знаете, зачем. Но, может, кто-то не знает, покажу. Смотрите. Здесь вот видите, она наполовину красной становится. То есть, наполовину желтой, наполовину красной. И поэтому я и перекрасил в красный цвет, чтобы было хотя бы более красивее. Я думаю, я надеюсь, что все согласятся с таким решением. Но это еще не все. Смотрите дальше. Ну, вот, правда, придется подождать. В комплекте с этим обновлением, кстати, в файлах игры прилагается целая куча фонов для рабочего стола. Также прилагается видеотрейлер к игре Neighbors from Hell Remastered at Social Media Life Production, которые они так не выпускают. В этом году, мне кажется, он не выйдет, хотя не собираются. В прошлом году еще вышла вторая мдэмомерсия. В этом году ничего не происходило нового. Вообще. Вообще, по-моему, ничего не происходило. Вот, сейчас он идет. И сейчас вы увидите, в чем тут дело. Блин. Звонят. Просто не в кассу. Смотрите, обратите внимание, как он берет крем. Видите, здесь ничего нет. А до этого, до того, как я исправил... Видите, ножка появилась. До того, как я исправил, сзади появлялась еще один такой крем для загара. Тоже была недоработка. Которую исправил я. Я ее исправил. Надеюсь, что вы ее отступили. Так. Хаврония. Вот это... Вот этот ночной уровень. На котором есть... Что рассказать. Ну, во-первых, вот это окно. Вот это окно. Это я исправил. Это исправили. Сосновные декорации. Смотрите. Ночь. Ночь стала, наконец-то, нормальной. Она стала, как в консольной версии. Еще кое-что. Смотрите. Уди, когда закрывается в шкафу, теперь его не видно. Не видно там его глаз. Ну, то есть приоткрытая дверь. Потому что многие говорили, что это некрасиво. И я решил это тоже исправить. И теперь выглядит так. Более-менее. Надеюсь, что вы согласитесь. Ночь. Ночь, как видите, вот луна. То есть, это не как раньше. Просто затемненный день. А прямо ночь, взятая из консольной версии. К сожалению, качество чуть-чуть ухудшилось. Но, тем не менее, благо все равно ночь выглядит хорошо. Но, к сожалению, это вызвало то, что... Кактус висит в воздухе. Кактус висел в воздухе, поэтому я чуть-чуть столик пририсовал. Может, его не так хорошо видно, но, тем не менее, я старался что-то нарисовать. И теперь он, по крайней мере, в воздухе не висит. Так что, я думаю, все согласны с этим решением. Вот здесь набор дьюных химик. Его не видно до тех пор, пока не возьмешь. Это, скорее всего, тоже связано с тем, что сюда ночь перенесли. Пока мы его не возьмем, и не паяется. Вот это вот, к сожалению, исправить они... Я не знаю, как это я не смогу, к сожалению, исправить. Но, все равно, по крайней мере, я сделал лучше, чем было. Еще и пианино открывается чуть-чуть. Странно. Еще это вызвало то, что... Вот здесь вот появилось... Ну, поскольку взяли уровень избанного дня, здесь появился еще этот миксер. И бутылка. Ну, и видно, что вот прям вот вплотную между ними торчит. Не то, чтобы прямо так сильно критично, но все-таки выглядит не очень красиво. Ну, извините, исправить это... Это я уже не исправлю. Ой, если я просто зарисую, будет некрасиво. Ладно, смотрим дальше. Пихничок на балконе здесь. Тоже исправили косяки. Исправил их не я, исправили их в социал-медиа-лайп-подакшн. И сейчас я вам покажу, какие. Сразу два в одном месте причем. Ах, вот, кстати, надо аптечку... Аптечку надо исправить. Аптечку надо закрытую исправить. Но не знаю, смогу ли я это сделать или нет. Вот здесь замочек сложно будет немного пририсовать, мне кажется. Не, я, наверное, это не зарисую. Не зарисую это я, наверное. Кстати, появился зонт. Смотрите, этот зонт, ну, неплохо выглядит. Почему бы нет? Нормально зонт тут выглядит. Чтобы сделать эту пакость, нам надо подкруглые цветов сюда приемлить. И тогда это сработает. Кстати, если включить классическую подборку звуков, то звуки Ольги просто отключится, их не будет. Так что, наверное, лучше ногу использовать все-таки. Сейчас, вот, сейчас вы увидите. В чем прикол? Во-первых, сосед поднимает эту штуку, и сзади нее не появляется еще одна. Во-вторых, теперь позади этого цветка не появляется еще один. Это, да, это исправили. То есть, раздомка сика исправили. Отлично. Вот здесь вот, физкульт, привет, есть одно изменение на уровне. Во-первых, смотрите, как-то более пасмурновато стало. Пасмурновато. Смотрите, видите, тут как-то пасмурновато немножко стало. Не знаю, зачем так сделали, но упущай. Когда сосед тут, к сожалению, возьмет рыбий корм, сзади него появится еще один. Это, к сожалению, исправить довольно-таки сложно. Вот, видите? А, еще новые звуки. Это, как сосед подпевает. Так, вот какие еще изменения на уровне? Ну вот ночь охоты, это понятное дело, тоже вот ночной уровень, как вы видите. И окно ночным сделали, как и надо. Все прям вот нормально. Ну и, конечно же, я вот здесь сделал ночное окно, понятное дело. И рожок, охотничий рожок. Он тоже висел в воздухе. И я пририсовал вот здесь столик. Я здесь пририсовал столик. Не знаю, красивый или некрасивый. Не очень, мне кажется. Но, тем не менее, хоть что-то. Я считаю, что хоть что-то. Хоть что-то, я думаю, это все равно. Так. Еще вот отличие в том, что когда проходишь сезон, без статуэтки, если там плохо совсем прошел, если меньше вот этих звезд вокруг галочки, если меньше трех таких штук, то за статуэтку не дадут. И там будет соответствующая надпись за бронзовую статуэтку, за серебряную, золотую. Там теперь будет не Вуди, а там какая-то газета, где большой такой текст написан, где написано, как вы их, насколько вы там хорошо или плохо прошли. И там эту газету загораживал текст, где вот это вот «Вы стали суперзвездой года», совоевали статуэтку золотого соседа. И этот текст я решил убрать, чтобы хотя бы вы... чтобы, по крайней мере, текст этот газет не загораживал. К сожалению, я вам показать это не смогу, потому что для этого надо полностью перепройти вот это все, на что время я тратить сейчас не хочу. Ну, собственно, давайте второй уровень тоже покажу. Вот здесь, ну, конечно же, вот здесь вот окно. Ну, вот здесь, вот здесь окно-то. Оно изначально ночным здесь было. Ну, и ничего тут, в принципе-то... Есть вот отсылка на Майкла Джексон, я так понимаю, вот здесь. Написано нику and invisible. Invisible. Invisible это... Что-то там у Майкла Джексона что-то такое было. То ли, альбом, то ли песня так называлась. Rustem Will You Live одобряет. Ну, и, так что это дает предположение о том, что Total Media Live Production тоже фанатеют от Майкла Джексона. И, кстати, в файлах игры можно найти несколько песен от него. Ну, вот, собственно, такое вот обновление было. Лично обновлению вот этому, не то, которое я исправлял, а то, которое, собственно, мне делают продакшн, сделали. То я, то ему, то я поставлю плюс. А вот исправление... А вот мои доработки, то есть мои исправления, вы сами оцените. Оцените сами, напишите в комментариях, хорошо ли я сделал или плохо. Также я оставлю в описании три ссылки. Первая ссылка это на оригинальную Вуди возвращается, вот самую-самую оригинальную, которая... Вторая ссылка это обновление Gold Edition, то есть без моих доработок, без моих этих... И третья ссылка, конечно же, версия, которую обновил я, чтобы вы, короче, если хотите, чтобы вы сами сравнили, что изменилось, что нет. Ну, а на этом все. С вас, так как вас подписывался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на мой стриповский канал и на группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok